В детском хоккее разгромный счет отнюдь не редкость. Даже в этом первенстве команды, которые сошлись на льду арены Мытищи, не раз повергали своих соперников с двузначным счетом. Но только не в этой игре. По сути, здесь решается судьба второго места. Мытищинский «Атлант» принимает «Кристалл-1» из электростали. В детском хоккее многое зависит от умения тренера настроить спортсменов с их подчас неуравновешенной и возбудимой психикой на серьезную борьбу. Иначе, как повалится все из рук, только считай шайбы в своих воротах. Поначалу так и казалось, но фортуна повернулась в нашу пользу. После второго периода «Атлант» повел 4-1. Но вот тут и началась настоящая борьба. Борьба за каждый метр хоккейной площадки. Кажется, что под этими огромными сводами дворца спорта детские команды выглядят мелковатыми. Но хоккей-то они показывают. Вполне взрослый. Силовая борьба без скидок на возраст. И, конечно, не обходится без удалений. Сразу два хоккеиста-гостей оказываются на скамье штрафников. Но их ворота в неприкосновенности. А вот когда они сами выходят на площадку, сразу забивают гол. Кристалл догоняет «Атлант» и концовка матча становится непредсказуемой. На трибунах напряжение еще большее. Зрители, они же родители, сами готовы выскочить на площадку в помощь сыновьям. Но сыновья справляются и идут на решительный штурм. Счет на табло в нашу пользу. «Атлант» победил и занял вторую строчку в турнирной таблице. Впереди еще две игры. И соперник вполне по силам. Значит, ждем победы. Сергей Берзин, Владимир Звягинцев. Информационная программа «День». Информационная программа «День».